Всем привет! С вами Шима, радует вас на своем канале. Сейчас покажу кучу покупок для детей, для Зои, и подарки тоже одежды, и для Кирана, и плюс школьное, что нам прислали. Форма всякая разная. Ну, это, кстати, форма там как таковой с эмблемами пока еще не дошла, ее покажу позже. Но тип одежды это самые обычные там вещи, пола, кардиганы и так далее. Мы брали в Джон Льюисе. В общем, кому интересна эта тема, это видео будет, собственно, только на эту тему, потому что покупок море. Купили Зое вот такой коврик. Такой же был, но цветной, он стоит в пять раз дешевле. Мне захотелось черно-белый. Окей, я заплатила больше, потому что мне захотелось черно-белый. Но тут каждый вот этот пазлик намного меньше, чем там. То есть там он был больше. Пришлось еще раз заказать такой же, чтобы было хотя бы вот на вот эту площадь, потому что это очень маленькая зона. Но черно-белый все равно мне нравится больше, он чуть-чуть потолще, он сантиметр толщиной. Она у нас уже пытается ползать. Пока, конечно, безуспешно. Вот такую штуку купили. У нас была другая фирма, но ее, к сожалению, мы не смогли на Амазон найти. Вернее, нашли, но там доставка была вообще через месяц. Поэтому взяли эту. Пока ничего сказать не могу. Тайни Лав. Пришла посылка от Амазон. Заказали вот такую сидушку. Потому что рюкзак тяжело каждый раз одевать. Долго, ну и сложнее. А так вот эту штучку я планирую одеть и ходить с ней в течение дня. Ну, иногда, конечно, снимая, когда Зоя спит. А так, чтобы на руках носить. Потому что мне очень тяжело. У меня уже совсем окончательно разошелся диастаз. То есть внизу уже просто ничего не соединяет. Только под ребрами соединяет. Грыжа уже появилась. Поэтому я вот уже надо как-то дотянуть до того, как у детей будут паспорта и срочно делать операцию. Потому что ситуация, конечно, стала в разы хуже. При том, что Зоя вообще не требует себя носить. Ребенок, улыбнешься? Да, Зо-Зо? Вечно улыбающийся ребенок. Она не спит днем. Я с ней стараюсь преподавать. Приходится часто ее на руках держать. Ну, конечно, в этом случае я рюкзак одеваю. Потому что я стоя с ней пританцовываю, рисую. То есть на острове кухонном у меня стол. Он высокий. Компьютер я имела ввиду. В общем, вот эта штука, надеюсь, мне немножко облегчит. Я не знаю, что бы я вообще делала, если бы Зое надо было носить как Кира на все время. По качеству вот так, на первый взгляд, очень классная. Качество на сайте, кстати, оно хуже намного выглядело. Вот эта ткань серая. Тут она такая плотная, а-ля джинса. Вот эту штуку я ее буду использовать вместо нижней руки. И, конечно же, рукой буду придерживать, чтобы весь вес ребенка был на мне все равно. Но чуть-чуть это будет поддерживать вместо нижней руки. То есть на попе она сидеть здесь не будет, пока не будет уметь это делать. Сейчас попробую на себя одеть. Вот так выглядит. То есть вот здесь под углом эта сидушка. Вот я сейчас ее на талию одела. Это широкий очень диапазон вот этой вот самой липучки, которая сзади. Сзади фиксируется, за секунду одевается. В принципе, ей вроде нравится. И вот я спокойно одной рукой ее держу. Конечно, намного меньше сил тратится. Что мне нравится, у нее коленочки вверх. То есть у ребенка, пока он не сидит, обязательно коленки должны быть выше, чем попка. Тогда он сидит правильно. Но для этого, конечно, надо к себе прижимать ребенка. В принципе, я довольна. Думаю, буду использовать. Но потом скажу, насколько часто я одеваю эту штуку. Вот что Зое уже очень понравилось. Это вот такая игрушка. Соска к ней приделана. Именно форма соски ей очень понравилась. Она у нас не сосет вообще соски никакие. Палец тоже не сосет. Но вот эту она взяла. Я понимаю, что надо вообще радоваться, что ребенок не сосет ни соску, ни палец. Но для каких-то ситуаций экстремальных это спасение. И в принципе, я взяла эту штуку не как соску, а как прорезыватель. То есть у нее очень-очень плотная вот здесь эта штука. И сама сосочка тоже довольно-таки плотная. И она грызет, зубки чешет вот здесь, когда кусает. И вот здесь. Чтобы она не терялась, и она сама могла ее себе в ротик засовывать. Поэтому мы вот такую взяли. Я еще прикольная лама. Ссылку внизу оставлю под видео. Я думала, Эльза лежит. Думаю, в странной позе. А Эльза вот у нас. Это игрушечная Эльза. Ну давай, малыш, открывай. Решили ребенку открыть свои посылки. С другой стороны, посмотри, поверни коробочку. Аккуратно. Так. Что там у нас? Аккуратно открывай. Это новая обувь Кирюши в школу. Мы взяли Фларкс. У них есть серия для школы, которая полностью черная, кожаная. И они наиболее симпатичные из всех остальных, которые мы видели. Классные. Да, они, конечно, большеватые. Сейчас смотрю. Я взяла с запасом. Размер больше той, которая ему сейчас впритык. Посмотрим. Если будут болтаться, еще одни куплю на короткое время. Это мы взяли Кирюшки носков кучу. Три вот таких Джон Льюис белых пола. Синих тоже пола взяли. Кардиган синий. У Кира, она вообще в школе форма. Ему можно только белая, темно-синяя, серая. Пола может быть только либо темно-синяя, либо белая. И обязательно пола, никаких футболок и рубашек. Кардиганы только, по-моему, синие только можно. Серые не уверена. И кардиганы, все кофты, одежда должны быть обязательно на груди с вышивкой. Мы сейчас купили в Джон Льюисе без вышивки, потому что не успевает приехать. Здесь два в наборе. Не успевает приехать его форма с вышивкой. Все остальное может быть без вышивки. То есть, там, вот эти пола, брюки и так далее. Так, взяли мы. Брюки могут быть серые. Что мама делает тут такое, да? Слинявка. Серые, кстати, классные. К ним не липнет. И они такой грубые, такие чуть ли не джинсы, мне кажется. Толстое плетение, класс. Черные посмотрим сейчас. Я решила разные, потому что мы еще взяли на магазине, где было с логотипами школы, брендированное все. Тоже и штаны, и пола, и флисовые кофты на зиму взяли. И худи. Вернее, худи, а такие свитшоты. И пола тоже все брендированные взяли. В общем, основная посылка придет еще позже. Ну, брючки хорошие. Многие школы напрямую работают с Джон Льюисом. И у них можно прям брендированную одежду этих школ купить. И в Джон Льюисе дешевле одежда, чем вот мы покупаем для... Ну, вот в том магазине, который сотрудничает с нашей школой. К сожалению, там дороже. И по качеству все пишут, что очень плохое качество. Но у нас нет выбора, потому что нигде в другом месте брендирования не делают нашей школы. Будь здоровы, малышка. А без него нас туда просто не пустят. Так что вот так. Но на всякий случай, вот на 1 сентября, если не успеет из того официального магазина приехать, то он у нас оденется в это. Ну, и дома будет носить тоже. Не дома, я имею в виду там выходные и так далее. Вот это мы взяли на 3-4 года. Но я так смотрю, кардиганчик не маленький, конечно, огромный. Все будем потом мерить. Куча одежды детской. И Кирюхи, и Зойчки. И покупки, и подарки. Купили дождевик. Прям вот такая, как плащевка резиновая. Но в ней хорошо, что есть подкладка хлопковая. И рукавчики тоже с тканью. То есть резина голая не прилегает. Вот была необходимая нам вещь, потому что ветровка уже не спасла бы сильный дождь. Это вот осенью сейчас мне его надо будет с Зойечкой возить в школу. А если я веду двоих детей, то есть Кира на подножке стоит. Зой в дождевом специальном покрытии для коляски. И я зонт тоже не могу. Я вот себе такую же хочу купить, потому что я не могу и ребенка везти, и двоих детей, и зонт держать. И Кирюха тоже зонтик не сможет держать. Он будет держаться за коляску на ней стоять. И вот в этой штучке будет он ходить. Тут и кармашки есть. Это Next. Такие тут штучки всякие. Самосвалы. Но, конечно, она резиновая. Это надо понимать. Это только в ливень одевать. Уже ходил в дождик. Очень удобно. Хорошо довольно-таки плотно застегнут капюшон. То есть абсолютно сухой ребенок остался. И попка удлиненная. То есть попу полностью прикрывает. Next. Ему кофтюлю, свитер. Не знаю, насколько он будет ее носить, учитывая, что у них в школе форма. Форму, когда купим, я покажу, как она выглядит. Нейтральную кофточку я ему захотела. Хлопковые. Мне нравятся свитера. Но они, конечно, к сожалению, быстро выходят из приличного вида после стирки. Надо, чтобы хоть какой-то эластат был. Купили сразу много штанов в Next ему. Треников по дому ходить зимой. И тоже гулять. Потому что на велосипеде и все остальное в джинсах, конечно, неудобно. Джинсы коленки тянут и так далее. Я лично всегда мне удобнее в трениках, чем в штанах. Я не думаю, что ребенка надо напрягать. Ему, конечно, в трениках тоже удобно. Внутриники мы покупаем все время. Все время они дырявые. Это у нас вечная покупка. Зозоша купила три слипика с ножками. Но сейчас до меня дошло, что она уже практически начинает ползать. Еще, конечно, не ползает. Но она уже так потихоньку двигается по всему плеймату. Двигается пока не совсем осознанно. То есть она крутится по часовой стрелке абсолютно осознанно. Пододвигается. И, конечно, учиться ползать удобнее, когда без ножек. Отсняла подробное видео по одежде для новорожденного. И вообще там до года. И что в год одевать, тоже там говорю. Оно уже должно быть на моем канале. Еще ничего не монтировала. Но вот буду по очереди их монтировать. Взяла, кстати, за Зоши. Я в мальчиковом отделе. Потому что девчачьим мне ничего не понравилось. Потом открою и покажу. Тут у нас подарочки тоже. Бабушка нам такую красоту привезла. Платица. Сейчас еще лето. Надо хоть разочек успеть одеть. Кирюша у нас тут пола. Пола ему идут вообще все с воротничками, кофты. Рядом с Зозоли нам такие большие вещи. Шортики пола у нас уже лежат там трое. Нам дарили. Нам просто чуть-чуть великоваты на его возраст. Я ему шорты покупаю на год младше. И штанишки. Это за Золи вот такие красивые наборы. Рубашечки. Ритузики. Платишки. Шортики. Еще платишки. Ну вот такие, наверное, не очень удобные. Конечно, совсем малютки. Повязочка такая же в цвет под те наряды. Повязочки я очень люблю. Вот так выглядят слипики. Вот этот набор мне очень понравился. Со зверушками. Этот светленький. Вот этот тоже мне понравился. Необычные цвета такие. Ну а серенький-серенький ей идет. Поэтому с носорожкой тоже он такой унисекс. Кстати говоря, Зои носит размер вот это на 9 месяцев. Она с 3 месяцев носит слипы на 9 месяцев. Они на ней чуть висят. Сейчас уже практически на ней они сидят хорошо. Тут 9-месячные слипы. То есть там на них написано 6-9 месяцев. 6-месячные ей стали малы где-то... Ну ближе к 3 месяцам уже 6-месячные ей стали жать. То есть ей маленькие они все. Ножки вот здесь жали. Сейчас 4 месяца. Ей вот на 9 месяцев отлично. Она у нас, я так понимаю, крупная девочка. При том, что маленькая родилась. Купили еще вот такие соски. Написано, что они и ощущаются и по форме, как настоящая грудь. Может быть, хоть они сработают. Но тоже, в общем, все соски я брала. Не для того, чтобы они как соска была. А для того, чтобы она играла и зубы там свои чесала и так далее. Ну и как соска тоже, может быть, когда там бывают приступы белой горячки. Хотя у нее, кстати, их еще ни разу не было. Но я знаю по Кирюхе, что когда зубы лезут, это возможно. То есть, чтобы ребенок успокаивался как-то в эти моменты. Хотя бы, чтобы она сосала. Кирин тоже очень мало сосал. Но потом уже к году, когда лезли очень сильно зубы, он начал грызть свой пальчик. Лучше пусть он грызет соску, чем пальчик. И тут вот такая дырочка сзади. В общем, открою, скажу, как ей подошло, не подошло. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok